Всем привет! Сегодня мы решили сделать обзор на крохотный город Турции, а именно город Куркутелли. Сейчас мы пришли к главной достопримечательности этого города. Это вот такой светящийся канал, где людей катают на небольших лодочках. Эти лодочки чем-то похожи на гондолы, и поэтому мы прозвали этот канал «Маленькая Венеция». Давайте же посмотрим на него поближе. «Маленькая Венеция» Мы как раз стоим у основания этого канала, и здесь, справа от нас, можно увидеть причал, где и стоят лодочки. Сейчас стоит всего одна, так как одна сейчас находится в плавании. Как мы можем видеть, вдоль всего канала мигает яркая, красивая подсветка. Также вечерами здесь играет музыка. Музыка довольно разнообразная, от классической до местной музыки. На наше счастье, сейчас ничего не играет, так как YouTube заблокировал музыку, которая здесь проигрывается. Что удивительно, вдоль всего канала есть вот такая велосипедная дорожка в одну и в другую сторону. Как мы можем видеть, сейчас заиграла музыка, и начали мигать огни вдоль всего канала прямо в такт музыки. И это выглядит довольно интересно. Музыка А вот то, о чем я и говорил. Люди катаются на лодочке вдоль самого канала. Канал довольно протяженный, и поэтому кататься довольно интересно. Напишите в комментариях, похожа ли эта лодочка на гондол, или же я ошибаюсь. Музыка По вечерам люди этого городка любят проводить время, сидя вот в таких вот кафешках. Кафешек по всему городу довольно много, и в основном своем они и забиты местными жителями, которые проводят такие вот тихие летние вечера, сидя за чашечкой чая и дружными разговорами. Музыка В целом от этого города, да и я от Турции в целом у меня, складывается впечатление, что жизнь в этой стране начинается только после захода солнца. Так как на протяжении всего дня здесь довольно жарко. Допустим, если брать сейчас город Кркутели, то здесь днем было свыше 35 градусов. И это довольно жарко для того, чтобы находиться днем на улице. И можно увидеть, что к вечеру город, так сказать, оживает. И все стягиваются примерно к центру города. И все стягиваются. А это еще одно из самых красивых мест этого города в вечернее время суток. Это самая главная мечеть. В этом городе она самая большая и самая красивая. Время от времени она по вечерам светится и выглядит она еще лучше, даже чем днем. А здесь мы сейчас подходим к еще одной в кафешке, где опять же заседают местные жители. Как я и говорил, они часто любят заседать в кафе. Не обязательно что-то они едят. Возможно, они просто проводят время за разговорами и чашечкой чая. Ну а вечером в городе довольно интересно наблюдать за тем, как подсвечиваются магазины и витрины в этих магазинах. Так как все выглядит довольно светло и радует глаз для такого небольшого города. Так же в городе пахнет дымом и это можно объяснить тем, что в Турции часто готовится мясо и мясо готовится на углях. Ну а мы вернемся сюда уже для дальнейшего обзора в более светлое время суток. Итак, вечером мы с вами посмотрели вечерний центр города. Сейчас наступило утро и мы пришли с вами к началу города, куда съезжается большое количество людей. Это автовокзал. Отсюда люди едут из Карпутыли чаще всего в Анталию или же в другое место. И из Анталии приезжают сюда. Как мы можем видеть, здание довольно большое и выглядит для такого небольшого городка довольно интересно. Давайте же сейчас пройдем и посмотрим его внутри. Внутри автовокзала выглядит довольно ново. Это большое помещение просторное с парой магазинчиков и кафешкой. Видимо, этот автовокзал делался с большим заделом, так как просторно здесь и множество помещений под разные услуги. Но чтобы составить более полноценное мнение о городе, мало посмотреть его центр, нужно также посмотреть его окраины. Давайте же пройдемся по окраинам этого города, ближе к центру и составим свое мнение, а также поговорим о минусах и плюсах этого города. И первое, что хотели бы мы отметить, это неудобное расположение автовокзала, так как он находится в самом начале города. И от центра города до него идти примерно полчаса, а значит расстояние составляет примерно 3-3,5 километра. Но к плюсу можно отнести то, что идти до автовокзала довольно комфортно. Вся дорога простилается вот таким широким тротуаром и по нему идти довольно удобно. Также хочется отметить, что въезд и выезд в город разделены, и поэтому въезд состоит из трех полос довольно хорошо асфальтированной дороги. Пока мы шли от центра города до автовокзала, особых каких-то ям и выебан не нашли на всем протяжении участка. Мы продвинулись чуть дальше, и еще одно, что можно отметить про этот город, так это то, что в этом городе довольно много садов. Гуляя по городу, можно часто увидеть такие сады. Этот сад еще довольно молод, но также встречаются сады и постарше. В основном в своем здесь произрастают абрикосы, яблоки, сливы, вишня, черешня и все в таком духе. Это все растет. Практически такие сады можно увидеть на каждом шагу. А про абрикосы и сливы у нас есть вообще отдельное видео. Сейчас на него выйдет ссылка в углу экрана, также я оставлю ссылку в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Также на окраинах, да и в целом в самом городе можно увидеть вот такие старые дома. И что самое такое непростое, так это то, что в этих домах до сих пор живут люди. Не во всех, конечно, некоторые просто заброшены, но некоторые вполне населены людьми, и они в них проживают. Хотя дома, по сути, выглядят довольно уже в упадочном состоянии. На территории города расположено несколько парков, и один из них, давайте мы вместе сейчас и посмотрим, потому что остальные смотреть нет смысла, так как парки эти сами по себе однотипные. Этот парк, как и другие расположенные в городе, уже в таком более запущенном состоянии. Вот мы можем видеть, здесь был когда-то фонтайн, и он сейчас не работает, да и в принципе дно, которое должно быть голубым, уже даже и не красится. Также на территории парка есть небольшая детская площадка и несколько, ну, довольно большое количество штук беседок. А в чем, конечно, плюс, так это то, что эти беседки накрыты и скрыты от солнца. Так что сидеть у них довольно удобно, так как в этом городе, как и во всей Турции, довольно много солнца. И вот, конечно, к несомненным плюсам этого места можно отнести, то, что здесь произрастает довольно много разнообразной зелени и вот такие красивые деревья. Их здесь довольно много, а особенно те, что деревья покрупнее, они выглядят еще более красивыми. Ну, и так же здесь произрастают вот такие деревья с висящими плодами этого дерева, которые мы назвали свистульки, хотя, по сути, они более цельные, и свистелок из них сделать не получится. Ну, а мы постепенно все двигаемся дальше. Пройдя еще немного, мы вышли к так называемой главной площади этого города. Давайте на нее взглянем и пойдем дальше. Как мы можем видеть, эта площадь довольно большая в мерках этого города, но, как тоже можно увидеть, она довольно пустовата. Есть небольшой мемориал и, в целом, на этом все. Больше площадей в этом городе нет, только эта, но и эта площадь выглядит пусто. Играет музыка. Как и в любом большом городе, в этом небольшом городке присутствует довольно много разнообразных кафешек, забегаловок, ну, и, а также магазинов. Играет музыка. КОНЕЦ А вот так выглядит центр города, который мы показывали в вечернее время суток, но уже в более светлое время суток в Данион. Ну и вот мы подошли к каналу, который мы видели вчера вечером. Сейчас днем он выглядит не так ярко и красочно, как он выглядел, допустим, вчера. Сейчас это просто канал с водой. По нему днем не ходят лодочки, и он выглядит, ну, как обычный канал. А также, единственный плюс есть, это то, что вдоль канала с одной стороны расположены вот такие орудия труда, которыми раньше пользовались люди. В неком роде можно сказать, что по одной стороне канала расположен некий краеведческий музей Турции. КОНЕЦ КОНЕЦ Также прямо около этого канала расположены вот такие орудия труда. необычные тренажеры. В основном в своем городе можно встретить более типичные тренажеры из железа и пластика. А эти тренажеры отличаются от них тем, что они сделаны преимущественно из железа и дерева. Дерева здесь довольно много, и выглядят они из-за этого довольно необычно и интересно. КОНЕЦ Также через канал есть такой вот необычный мост. Вчера мы его не снимали, потому что он был полностью занят людьми здесь. Часто люди фотографируются, ну и просто они здесь, так сказать, зависают, так как это место довольно интересно выглядит. Здесь также есть прозрачный пол, чтобы можно было смотреть на воду и мигающие огни, которые установлены по краям этого канала. Ну и теперь можно поговорить о недостатках этого города. И главному недостатку, или одному из главных, я бы отнес огромное количество пыли в этом городе. Пыль даже оседает на листве и плодах деревьев и кустов. Здесь мы можем видеть, как сильно запылились ягоды вишни. Они просто полностью покрыты пылью. И пыль здесь присутствует просто на практически всех. улицах и в огромном количестве. И, судя по всему, в городе огромное количество пыли из-за того, что здесь проводились, несколько лет уже, видимо, проводятся технические работы, связанные с водопроводом. Так как можно увидеть, что улица вымощена, так сказать, плиткой. И, по сути, здесь пыли не должно быть. Но можно увидеть, что большая часть улиц разрыты и уже не заделаны плиткой, а просто засыпаны землей. И из-за этого во всем городе много пыли. А пыль это не совсем хорошо, потому что вот можно видеть и автомобили в пыли, вся техника. Ну, и также будет одежда и обувь тоже в пыли. Это приносит некоторые неудобства. Вот такой он город Куркут-Эли. С одной стороны, в этом городе довольно много зелени, ягод и фруктов. А с другой стороны, в этом городе довольно много пыльных дорог и улиц. Ну, а вы напишите в комментариях. Чего вы увидели в этом городе? Больше достоинств или же недостатков? Также не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok